Привет! Добро пожаловать на мой канал! Очень рада вас видеть! И как вы, наверное, уже догадались по заголовку, сегодня я собираюсь рассказать вам о консилере. Я здесь вот ставлю картиночку. Как выглядит моя область под глазами, если я пользуюсь консилером и не пользуюсь некоторыми трюками, которые позволяют сделать вид консилера в этой области лучше. Во-первых, это, конечно же, сам консилер. Но тут все очень индивидуально. Зависит от того, насколько большая степень покрытия вам нужна. Мне нужна очень большая степень покрытия, поэтому мой консилер это вот такой вот Urban Decay 24 на 7 в карандаше с очень-очень плотным консилером. У меня оттенок DEA. В более какие-то легкие моменты я могу использовать Estee Lauder Double Wear. Тоже достаточно плотный консилер. Остальные консилеры для меня, как правило, слишком легкие. Кроме того, в самые тяжелые моменты под консилер я еще использую праймер от Lemonade от Benefit. Желтый. Большинству людей, очень многим, по крайней мере, людям подходят персиковые, но у меня именно желтый. У меня такой вот нюанс тона кожи под тоном. Консилер сам по себе, этот Urban Decay, он очень хорошо сидит, он очень хорошо усаживается и, в принципе, на хорошей коже, без каких-то мимических морщиночек, вот здесь вот, он очень хорошо держится без всякого закрепления. На моей коже мне его уже нужно закреплять пудрой. Я его закрепляю пудрой, которую все хвалят для закрепления. Это Laura Mercier Secret Brightening Powder. Но в этих случаях у меня консилер лежит ровно, он не забивается вот в морщиночки вот в эти вот мелкие. Но, во-первых, я чувствую сухость под глазами просто дикую. Мне постоянно хочется целый день потом намазать эту область чем-нибудь, чтобы ее увлажнить. И, во-вторых, к концу дня, особенно если я нахожусь в кондиционерном помещении, у меня эта область выглядит очень сухой. То есть она здесь ничего не скатывается, нет никаких складочек, но она выглядит сухой. И я нашла решение этой проблемы. Утром я наношу увлажняющий крем под глаза чуть-чуть, жду, пока он впитается минутку, и затем я наношу масло. Наношу просто масло под глаза. У меня, например, это от DELORUM Oxygenating Balancing Aroma масла. Здесь очень хороший состав, здесь нет минеральных масел, нет капри-каприли-триглицеридов. Почему их следует избегать в области вокруг глаз? Потому что они могут вызывать такие мелкие белые прыщички, могут вызывать раздражение глаз и так далее. У меня лично, я использую одну каплю масла на пальцы, растираю и наношу под глаза вот так вот, на эту область. И вот туда даже захожу. Это одна капля масла, буквально, даже чуть меньше. Затем я жду, пока масло опять же впитается немножко. За это время я делаю основу, брови, например. И затем наношу основу, например, если у меня особо большая проблема, это база под макияж. Растушевываю ее. Затем наношу консерв толстым слоем, растушевываю его, вбиваю. И затем все это добиваюсь того, чтобы здесь не было никаких складочек, никаких морщиночек. И по этой ровной поверхности припудриваю, очень сильно припудриваю. И затем жду минут 5, пока все это не двигаю, не улыбаюсь при этом. Сижу ровненько, стараясь эту область не создавать в ней мимических морщинок на этот период. Делаю, например, губы или причесываюсь. И затем смахиваю излишки пудры. Кисти. И все. И таким способом у меня получается, что глаза не сохнут, область вокруг глаз не сохнет в течение дня. Она не выглядит в течение дня сухой. И при этом консилер не создает дополнительных морщинок. Что я имею в виду, если, может быть, кому-то непонятно, это когда здесь у меня в принципе нет морщинок, но если я улыбаюсь, а у меня здесь появятся такие складочки. И когда консилер плотный, то затем лицо обратно расслабляется, а консилер уже образовал здесь такие вот сеточки. Вот. И чтобы этого не было, я усаживаю его пудрой. Вот. Вот такой вот для меня работающий способ оказался. Надеюсь, вам пригодится. Попробуйте. Напишите мне в комментариях, помогло вам или нет. Надеюсь, вам было полезно. Напишите также для меня и для остальных моих подписчиков, которые читают комментарии, смотрят это видео, какими способами вы пользуетесь, чтобы консилер закрепить под глазами, чем вы пользуетесь, чтобы обувь под глазами не была сухой, и каким консилером вы пользуетесь. Буду очень рада почитать ваши ответы. Спасибо, что смотрели. Пока. Продолжение следует...